Курбанайд отмечает сегодня мусульмания всего мира. Во многих странах прошли торжественные мероприятия, но кое-где праздник жертвоприношения оказался мрачен. Так в Саудовской Аравии, скопление паломников в долине Мина близ Мекки привело к чудовищной давке. По последним данным, погибли 717 человек, свыше 800 пострадали. 29 человек погибли в Йемене. Двойной теракт произошел в одной из мечетей. Все подробности узнаем у наших международных обозревателей. Жуткое ЧП произошло в долине Мина близ Мекки. В последний раз такая давка случилась 9 лет назад. Тогда погибли более 360 человек. Власти приняли соответствующие меры, чтобы предотвратить подобное. Но в этот раз трагедия повторилась вновь. В Йемене праздник также оказался омрачен. Двойной взрыв в мечети в исполнении террористов-смертников унес в жизни 29 человек. Я лично перенес 9 тел, но погибших намного больше. Мы шокированы. Я никогда в жизни с таким ужасом не сталкивался. У меня нет слов. В Ираке перед праздником были усилены меры безопасности. На утреннюю молитву в Багдаде вышли практически все жители города. Последнее время страна живет в страхе перед угрозой терактов. И поэтому спокойное проведение Хурманайта подарило простым иракцам настоящее ощущение праздника и веру в будущее. Желаю всем соотечественникам мира, спокойствия и достатка. И пусть все, кто вдалеке, воссоединятся со своими близкими. А каждый больной излечится. Хочу, чтобы в Ираке все было хорошо. В Ливии первый праздничный день также прошел спокойно. Население в эти дни беспокоит только цена за жертвенных животных. По словам жителей Триполи, овцы подорожали на 50%. Самые дешевые бараны стоят от 300 долларов. Мы просим торговцев скинуть цену. Но они услышали, что перед праздником люди начали выдавать зарплату и воспользовались моментом. А ведь есть люди, которые из-за подорожания не смогут купить животное для жертвоприношения. А Индонезия встретила Курбанайт густым смогом от лесных пожаров. На островах Калимантан и Суматра люди вышли на праздничную молитву в масках. За последние дни в больнице с респираторными заболеваниями обратились более 120 тысяч человек. Жители Афганистана уже многие годы желают на Курбанайт только мира. А слова нового лидера талибов Мулы Мансура о призыве к единству в праздничные дни вселили в них надежду. Наши братья и сестры хотят только одного – мира. И сейчас он близок как никогда. А в Бангладеш начались праздничные поездки. Десятки и сотни тысяч людей наводнили паромы и поезда по всей стране. Они едут к себе домой. Немало среди них и тех, кто приехал погасить из-за границы. Все они хотят встретить Курбанайт со своими родными и близкими.